шалом дорогие друзья скоро мы будем праздновать замечательный праздник пейсах напоминающий нам о выходе из египетского рабства о возникновении нашего народа и конечно же зарождение веры в окончательное избавление один из главных уроков праздника пейсах заключается в том что даже если мы сталкиваемся с трудностями мы не должны терять надежды и веры в то что они разрешатся но как это сделать спросите вы меня я не волшебник и не знаю ответы на все вопросы но давайте попробуем разобраться может быть мы что-нибудь поймем начнем мы с того что уже в самом названии праздника можно увидеть намеки на его сокровенный смысл пейсах принесенный в жертву ягненок выражает самоотверженность нашего народа в этом и проявилась его готовность отказаться от идолопоклонничества и проявить верность воли творца а также отметить что пейсах является и указанием на то что всевышний миновал пейсах дома евреев при последней казни это косвенно но свидетельствует об ассимиляции нашего народа в египте о нарушении им принципа отдаленности но и о том что всевышний принял их готовность к избавлению знаком которой была кровь и огненка на дверях еврейских домов всевышний как бы отделял наш народ от египтян с помощью десяти казни каждая из которых углубляла разрыв между ними очевидно что окончательное избавление не могло произойти в рамках естественных законов для этого было необходимо временное потрясение обыденности за которым следовало абсолютное изменение привычного мира порядка это изменение дорогие друзья происходит во всех основных аспектах действительность она касается и пространство и времени и конечно же души формируются новые связанные со временем понятия они меняют языческое мировосприятие и утверждают веру в единого творца устанавливается еврейский календарь освящение месяца шаббат тем самым душа получает возможность самовыражение обретает дар речи пейсах пейсах устоговорящие давайте рассмотрим эти два аспекта освящение месяца и шаббат которые заставляют человека дистанцироваться по отношению к природе и порождают более осознанное отношение к ней и делают человека менее зависимым от нее возьмем например наш календарь объединяющий циклы солнца и луны по сути он предполагает более сложное отношение ко времени в каком-то смысле отменяя значимость каждого из светил и создавая представление что есть нечто над ними заповедь освящение месяца и видение еврейского календаря позволяет выйти нам дорогие друзья из механического подчинения силам природы создают определенную независимость человека по отношению к материальному миру которая как вы знаете свою очередь дарует ему свободу и приводит к осознанию своего места в нашем мире это позволяет человеку дорогие друзья не столько подчиняться течению времени сколько управлять и собрание мудрецов он устанавливает начало нового месяца и решает какой год будет высокосным когда добавляется еще один месяц а дар второй аспект о котором мы поговорим это шаббат понятие нематериально и не имеет никакого выражения в нашем мире заповедь соблюдения шаббата заставляет человека приостановить обыденное течение жизни пересекает рутину не имеющий ни начала ни конца и намеренно создает своего рода остановку во время эти понятия дорогие друзья противоречат языческому восприятию времени они подкрепляют осознание того что существует творец что он вне пространства и вне времени что мир это его творение шаббат согласно традиции является символом сотворения мира и служит напоминанием о нем освещение месяца символизирует возможность избранного народа влиять на происходящее в этом мире в качестве партнера всевышнего в реализации плана творения таким образом дорогие друзья мы видим что аспект времени играет значительную роль процессе нашего избавления новый миропорядок включает в себя и новое восприятие времени соответствующие вере существование творца он отменяет дорогие друзья представления идолопоклонников трансформируя его веру в единого бога это и есть ответ на наш вопрос как именно мы должны научиться выходить из привычного жизненного арес порядка так сказать перегрузить перезагрузить весь свой режим это время необходимо использовать для того чтобы задуматься о нашем духовном состоянии мы привыкли думать дорогие друзья что счастье это успех но верно ли это конечно все мы хотим чтобы привычная жизнь наконец-то то вернулась но пока продолжается вынужденная передышка у нас есть хорошая возможность подумать о том что на самом деле важнее всего дорогие друзья в этом году мы к сожалению снова не сможем они организовать в синагоге традиционный общественный седр но каждый может провести пасхальный седр у себя дома в кругу своей семьи многие тревожно спрашивая себя что же будет дальше старайтесь не прогружаться в эти мрачные мысли на иврите слова махшива мысль состоит из тех же значений что и басимха в радости и это не случайно мысли можно направить от тревоги к радости а если мы будем в радости мы все преодолеем наши сердца с теми кто болеет и мы молимся чтобы бог послал им скорейшее выздоровление пусть он сохранить здоровье всех нас и благословит врачей и всех которые самоотверженно нам помогают или нас лечат хорошего кошерного веселого всем праздника пейсах пейсах кошер вы сами будьте здоровы всего самого доброго в ваш раввин каплан и